Добрый день! Я рада приветствовать вас на своем авторском курсе «Читаем Адама Смита». Данный курс был разработан специально в рамках наставничества студентов экономических специальностей, и в данном случае это студенты колледжа Института развития бизнеса и стратегий по специальности банковское дело. Данное произведение для изучения было выбрано не случайно, потому что в нем заложены фундаментальные основы устройства экономики, экономической теории и в целом экономической системы. И проходится ряд тем, которые очень важны для понимания, для фундаментального понимания. И когда мы их проходим, мы понимаем, что книга была написана более 250 лет назад, и что те или иные аспекты интерпретировались, и их надо рассматривать более многогранно, более объемно. Поэтому те вопросы, которые раскрыты в книге Адама Смита о богатстве наций, мы еще преломляем сквозь призму современности. Когда мы рассматриваем вопрос о происхождении денег, то, конечно же, мы акцентируем внимание на том, что в современном, что в настоящем мире, что в современное время здесь есть интересного и особенного. На первом нашем занятии, когда вы представлялись, многие сказали, что выбрали банковское дело, потому что есть интерес именно к финансовой сфере. И вы понимаете, да, что работа в банке – это всего лишь часть финансовой сферы, что финансовая сфера, конечно же, банком не ограничивается. Это рынки, это финансовые потоки, это система финансовая. И сегодня я вам рада представить профессора банковского дела, доктора экономических наук, практика в денежной сфере, да, в инвестиционной сфере Сергея Борисовича Коваленко. Сергей Борисович, вам слово. Привет, мы очень рады приветствовать вас. Я очень рад, что вы поступили обучиться на такую важную, интересную специальность, как банковское дело. Но вы знаете, очень часто говорят в последнее время о судьбе банков. Нужны ли банки, останутся банки в дальнейшем, будут они функционировать или нет. От себя хочу сказать сразу, банки будут всегда, что бы ни происходило в экономике, банки останутся до тех пор, пока функционирует экономика, пока функционируют товарно-денежные отношения, пока существуют расчеты в народном хозяйстве. Вы знаете, банки очень часто называют кровеносной системой экономики и делают такую параллель между банками и человеческим телом. Давайте посмотрим наше тело. Кровеносная система есть, да? Есть кровь, есть человеческая жизнь. Нет крови, нет человеческой жизни. Согласны? То же самое и банки. Если есть банки, если есть платежи, деньги, расчеты, экономика функционирует. Давайте представим, банков нет. Можете представить себе такое? Будет паралич, да? Экономика просто не сможет функционировать. Ну, может быть, она может функционировать, но будут неудобные товарно-денежные отношения, то есть бартер. Да? Вот. Поэтому банки будут всегда, да, конечно, функциональные формы денег меняются, наличные деньги заменяются безналичными деньгами, банковскими карточками, поговорим сегодня об этом еще, заменяются платежными средствами, биткоинами, другими, но банки будут всегда. Изначально банки создавались для того, чтобы выполнять три основные операции. Назовете сами три основные банковские операции. Вы идете в банк. Чем банк может быть вам интересен? Три операции какие? Что вы там делаете? Вклады, кредиты и, правильно сказали, потяжи, переводы, да? Это три основные операции, которые совершают банки. Но вы пока еще только осваиваете банковское дело, закончите колледж, станете профессионалами банковского дела. Вы знаете, вот своим студентам рассказывал анекдот такой, который отчасти проясняет, а может быть, не проясняет, посмотрим, как вы поймете или не поймете суть анекдота, соль поймете или нет, да, как функционируют банки. Маленький мальчик подходит к отцу, отец у него банкир, спрашивает, папа, ты банкир? Да, банкир. Ну вот объясни, пожалуйста, как банки делают деньги? У одних ты берешь деньги, другим даешь, а что ты в итоге получаешь? Не понимаешь? Не понимаешь. Пойдем объясним. Идут на кухню, подходят к холодильнику, открывает холодильник отец, достал кусок сала, подержал в руках немножко, положил назад. Понял, говорит, нет, а руки-то жирные. Вот как маленькому мальчику объяснить, как банки делают деньги, да? Взяли кусок сала или взяли денюжки, подержали немножко, да, другим отдали. Глядишь, чего-то что на руках осталось, да? Либо кусочек сала небольшой, да, либо денюжки. Вот, изучите технологию банковского дела и центрального банка, и коммерческих банков. Ну, я уверен, что соберемся мы лет через 20, Сина Александровна, и доживем, не доживем, да? Это президент коммерческого банка, это вице-президент, да, это глава центрального банка, а мы такие рядовые, простые преподаватели, да? Не забудьте про нас, да, не забудьте про нас. Тогда договорились? Хорошо. Поэтому банки будут всегда. Но сегодня я предлагаю поговорить немножко об инвестициях, о простых инвестициях, но затем отвечу на любые ваши вопросы. И по банковскому делу, и как, может быть, устроиться в банке на практику, на работу, любые вопросы, пожалуйста, в вашем полном распоряжении. Время у меня не ограничено. Что касается инвестиций. Ну, знаете, вот очень часто говорят, что инвестиции – это очень сложно. Это огромные деньги, это огромные риски. Что здесь должны быть профессионалы. Да, конечно, с этим не поспоришь. Но я сегодня приведу вам массу примеров, которые скажут о том, что даже вы, студенты первого курса колледжа, можете делать простые, безрисковые инвестиции. Можете даже записать. Я вам дам некоторые примеры, которые показывают, что деньги можно делать буквально из воздуха. Ни к чему, ни чего до этого не прилагаем. Дмитрий Григорьевич, можно я перебью? Я вот смотрю, сейчас ребята сразу сменили настроение такое серьезное. Как только про инвестиции услышали, и сразу такая серьезность появилась. А с чем она связана, скажите, пожалуйста. Ребята, мне хотелось бы, чтобы мы с вами в режиме диалога. Я вопросы какие-то буду задавать. Не стесняйтесь. Потому что, вы знаете, могу сказать, нет лучшего образования, чем самообразование. Вот поверьте, пожалуйста, мне. Мы живем в такое время, меняющийся мир. Видите, что происходит? Глобальные изменения происходят. Все больше технологий развиваются. Наличные деньги меняются на безналичные деньги. Параллельные реальности функционируют. Вот нашему поколению, более старшему поколению, нам сложно ориентироваться. А вы живете в этом, вы уже родились в этом. Поэтому давайте, давайте будем активны. Договорились? Ничего, я не проверяю ваши знания. Мы просто говорим за жизнь, так бы сказать. Что касается инвестиций. Приведу конкретные примеры. Даже можете записать. Домой придете, посмотрите. Можете с своими родителями, старшими, братьями, сестрами. Можете. Нет, сейчас пока писать не надо. Просто если будет желание, будете записывать. Ничего сложного нет. Если владеть информацией, экономической информацией, уметь ее собирать, если уметь анализировать информацию, то можно, в принципе, делать неплохие доходы. Не скажу, что огромные капиталы. Но можно делать неплохие доходы. Хотя, что касается огромных капиталов, а кто знает, лет через 20, да, я скажу уже примеры, кто вице-президент, кто глава банка, да, а может быть, кто-то из вас станет рантье. Знаете, кто такие рантье? Знаете? Рантье, кто это такие? Это вот касается Адама Смитов тоже. Рантье – это люди, которые живут на проценты от своего капитала. Они сформировали крупный капитал какой-то, нигде не работают, наслаждаются жизнью, всеми ее благами, да, и получают доход отложенного капитала. Давайте проверим вашу математику. Сразу говорю, калькуляторами не пользуемся. Считаем в уме. Пример очень простой. Вы сколотили капитал 10 миллионов рублей. Ну, не за один год. 10-20 лет. Ну, сколотили. Тем более сейчас 10 миллионов сколотить. Ну, я думаю, что это вполне реальная задача. Да? Сформировали капиталы 10 миллионов рублей. Банковская ставка процента, как сейчас банки некоторые дают. Давайте, для ровного счета 12% годовых. 12% в год. Делим на 12 месяцев в году. Сколько получаем в месяц процент? 12 поделить на 12. В уме. 1%. 1% от 10 миллионов. Считаем, сколько будет? 100 тысяч. Вам 100 тысяч хватит в Саратове прожить? Месяц. Некоторые сказали, нет, мало. Я думаю, что еще останется даже, да? Вот пример простой. Сколотив капитал 10. Ну, давайте 5 миллионов сколотили, да? Сколько получим тогда 1%? 50 тысяч хватит? Ну, в принципе, тоже прожить можно, да? Вопрос в чем? Как сколотить? Да? Но об этом чуть позже с вами поговорим. Немножко, да? Поясню. И сейчас актуально, знаете, да, финансовая грамотность. И в рамках финансовой грамотности всегда объясняется, как следует, да, рекомендации дают к поведению бюджета. И вот в этом бюджете закладывается определенная часть какая-то, да, 5-10% тоже из тех денег, которые к вам поступают в течение месяца. И предполагается, что определенная часть идет на инвестирование. И как раз-таки вот из этих, да, из этих вот денег можно, да, из тех денег, которые у вас ежемесячно есть, можно их вот применить как раз к тому, что сейчас Сергей Борисович говорит. Так, ну хорошо, математика, я понял, владеете, да? 12 на 12 можем поделить, 1% от 10 миллионов посчитать можем, да? Очень хорошо. Ну, знаете, что касается инвестиций, очень интересная сфера, и много здесь анекдотов есть, и забавных таких вот юморесок, изречений. Ну вот самый простой пример, смотрю, большинство здесь девушек сидит, да, сейчас вот такая тенденция какая-то, не знаю. А куда парни-то делись? Девушки, вам не скучно без них, а? Три парня, остальные девушки, а? Ну, четыре парня, да? Как же так, не скучно, да? Делайте бизнес. Ну, понятно. Кстати, тоже примета нашего времени, да? Известное изречение, может быть, вы слышали его, и оно касается, прежде всего, девушек. Может ли женщина, жена, сделать своего мужа миллионером? Может, если это жена кого? Милли Ардера. Ну, это пример неудачных инвестиций. Может сделать из миллиардера миллионером? Лучше наоборот, конечно, да? Хорошо. Другой пример тоже к девушкам относится, прежде всего, что касается инвестиций. А знаете, какого мужчину называют финансовым гением? Нет? Не знаете? Я прямо сейчас буду очень медленно говорить, потому что не все понимают с первого раза. Это даже можете записать. Финансовый гений – это мужчина, который получает больше, чем может потратить его жена. Еще раз. Финансовый гений – это мужчина, который зарабатывает больше, чем может потратить его жена. Есть такие мужчины? Женщины говорят, что нет. Ну, наверное, плохо ищут, да? Есть, наверное, такие мужчины. Все. Вот что касается инвестиций. Ну, еще что могу сказать. Я уже говорил, в принципе, что если мы владеем информацией экономической, умеем ее собирать, умеем ее анализировать, то, в принципе, эту информацию можно очень хорошо применять даже в своих очень простых инвестициях. Давайте вот с чего начнем. Что такое инвестиции? Вот в вашем понимании, что такое инвестиции? Пишем мы вот толковый словарь. Инвестиции – это что напишем? Ну, самое простое такое. Вложение денег с целью какой? Получения дохода на вложенный капитал. Получить чуть больше, вы сказали. Правильно. Д-д-штрих по-научному. Деньги с превращением. Как вот про Сава я сказал. Что-то глядишь, вот в руках и осталось. Хорошо. Итак, инвестиции – это вложение денег с целью получения какого-то дохода на вложенный капитал. Как вы считаете, много, мало существует объектов инвестиций? Куда вкладываться? Много, наверное. Назовете примеры, давайте. Недвижимость. Что еще? Ну, куда вложиться можно? Вклады. Еще что? Ценные бумаги можно купить? Драгоценные металлы можно? Золото, серебро, платина, паладий. Предприятие можно купить? Самолеты. Вот, плюс, да? Кимсон, на зачете тогда плюс какой-то. Человек правильно сказал, видите, сам уже радуется все. А не стандартные какие-то инвестиции? Конечно, есть, да. Если говорить про рынок ценных бумаг, то есть паи на интеллектуальную собственность, есть паи на температуру. Представляете, градусы Цельсия продаются. Градусы Цельсия продаются на рынке ценных бумаг. Да, есть такие паи. А давайте представим, что вы взяли, ну, это знаете, как вот букмекерские конторы. Знаете, букмекерские конторы есть, что они принимают ставки на спорт, на любое состязание. Да, но в России не особо получили развитие за рубежом, когда бываешь. Вот в Англии нам пример приводили, букмекерская контора. Знаете, ставки на что принимала? Вот у принца с принцессой кто родится, мальчик или девочка? Ну, потому что Англия, это, вы знаете, страна, монархия, да? И там очень важно, кто будет король или королева. И когда родился мальчик, на Вестминстерской башне было написано «It's a boy». То есть, что это такое? Это мальчик, да? То есть, в будущей перспективе, что король. То есть, принимается вообще на любые вероятностные события. На любые. А мне, да, сколько заработали на ставках. Кто? Лично я? Те, когда мальчика ставили. Ну, вероятность она всегда какая? 50 на 50, да? А там уже как повезет, да? Если мальчик, то 100, кто ставил на мальчика, да? А так сначала 50 на 50. Мальчика или девочка? Ну, третьего пока нет, хотя кто знает, к чему идет мир современный, да? Сложено очень сказать. Ну, давайте мы про нормальные будем говорить. Вот. Поэтому, значит, инвестиции простые. Есть вот букмекерские конторы и, значит, даже вот на градусы Цельсия. А пример какой я привозил? Вы поставили, допустим, купили пай, что в декабре температура будет плюс 25. Вот вы какой куш сорвете тогда, если в декабре на самом деле будет плюс 25 градусов Цельсия в Саратове? Огромные деньги, да? Как сказка, знаете, 12 месяцев, когда месяцы поменялись, да? Вот то же самое здесь. Но это рискованные инвестиции, согласны? Риск очень большой, очень большой здесь, да? Вот есть такое изречение. Семь раз отмерь, один отрежь. А когда вы делаете инвестиции, тут надо сколько раз подумать? Тысячу раз, наверное, да? Потому что это реальные деньги. Потому что здесь гарантий особых нет. Да, пытается делать государство что-то, но про систему банковских вкладов мы чуть позже поговорим с вами. Вот. Пытается что-то делать на рынке ценных бумаг, но большинство инвестиций все-таки они не защищены. То есть вы сами решаете, вкладываться здесь или нет. Государство особо отвечать не будет. То есть вы думаете своей головой, своими мозгами здесь. Вот. Назвали мы с вами очень большое количество объектов инвестиций. Ну и, наверное, самый простой объект инвестиций, правильно сказали вы, это банковские вклады. А почему, давайте посмотрим. Ну, во-первых, банков огромное количество, да? Даже по городу вы гуляете, каждый, наверное, перелог, есть какое-то отделение банка. Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, огромное количество банков. Согласны? Где-то, скорее всего, и вы тоже будете работать в каком-то банке, да? Дальше. Вы знаете, что в банках действует система страхования вкладов. Знаете про это? Какая сумма застрахована? Сколько? Сколько? 1 миллион 400 тысяч. 1,4 миллиона. То есть, даже если банк будет банкротом, через две недели государство через банк-агент выплачивает вам денежную сумму. А давайте предположим, если у вас есть капитал, не 10 миллионов, а 14 миллионов, что тогда лучше сделать, если вы хотите в банки положить? Тогда что, не в один банк войдем, а делим на 10 банков, да? Если 10 банков теоретически, они опуются, да? То в каждом вы получите 1 миллион 400 тысяч. Но сейчас, в принципе, сейчас практически вообще стопроцентные гарантии. Почему? Потому что Центральный банк расчистку произвел банковского сектора. И остались работать наиболее мощные, наиболее крупные банки. Поэтому сейчас в любой банк фактически деньги. Ну и так-то можно в любой банк. Потому что все банки участники системы страхования вкладов. То есть других банков просто у нас нет. Вот так что гарантии стопроцентные. Ну что касается банковских вкладов, давайте мы с них начнем. Да, значит, еще раз говорю, что банков много, система страхования вкладов есть. И вы, ну почему вот люди несут деньги в банк? Ну, наверное, одна из причин потому, что другого ничего мы придумать не можем, да? А сами сделать инвестиции тоже что? Не можем. Поэтому деньги положили в банк, подписали договор банковского вклада. В течение срока действия договора банк не имеет права менять процентную ставку. Все. Пусть банк работает. Ну вот хорошее изречение жизненное тоже есть, касается армии. Саудат спит. Служба. Идет. Деньги в банк положили. Да, мы отдыхаем, мы работаем, вот, вернее, мы отдыхаем, а работает банк. То есть он что-то делает, чтобы нам доход принести. Да? Давайте сразу вопрос, да? Как вы уже поняли, что банковский вклад, он в точке зрения, да, то, что с вашими деньгами, ну, ничего не случится, что они физически никуда не денутся, что банк это не какая-то, да, там, рискованная организация, нет. Но какой риск все-таки в банках, когда вы вкладываете в банк? Какой все-таки риск присутствует? Давайте подумаем. Если банк банкротится. Ну, мы сейчас уже выяснили, что... Ну, мы банк банкрот сказали, да, там, смотрите, если банк банкрот, то по... По закону банковской деятельности о системе страхования вклад, две недели дается, то есть центральный банк объявляет конкурс, назначается банк-агент, который через свои отделения выплачивает страховку. Ну, обычно это какие банки? Банки, у которых огромная филиальная сеть, да, Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк. Ну, вот я на своей памяти, я 9 раз подал на систему страхования вкладов, но у меня вклады во многих банках было раньше, сейчас уже, конечно, это, расчистил банк. 9 раз, 2 недели, все, назначается банк-агент, Сбербанк, вот у меня было, Россельхозбанк один раз был, вот, и был Росбанк один банк. Последнее время, ну, поскольку вот развиваются телекоммуникационные технологии, интернет, то есть напрямую можно даже в банке не ходить, заявление через интернет продаешь, там Сбербанк, допустим, зачисляются деньги, там уже сам решаешь через карточку получать или в банк идти наличкой, то есть проблем вообще никакой нету. Ну, так риски какие есть, спросила Ленинсон, какие риски вы видите? Как вы думаете, вы положили сумму в банк, через год вы получили 12%, государство застраховано, да, государство застраховано вклады, даже если что-то непредвиденное произойдет в банках, в течение двух недель вы получите эти деньги. Ну, какой риски есть? Ну, может быть, это не риск, так вот, с точки зрения опасности, но, тем не менее, неприятность какая. Сейчас могут заблокировать, если у вас есть какие-то проблемы с выкладательством, да, или с выпуками, с долгами. А еще какие есть нюансы, независимые от вас? Каждый день. Ну, вы юридические, вы, наверное, вы юристы, что ли, в большей степени? Нет, давайте от юриспруденции к экономике, да, к экономические вопросы. Каждый день вы идете, видите, наблюдаете эти процессы, что происходит в магазинах, на рынке, где у нас. А что такое инфляция? Вот, два момента здесь можно сказать, они, в принципе, одинаковые, да, либо повышение цен, либо снижение покупательной способности денежной единицы. Давайте посмотрим на 100 рублей сейчас и на 100 рублей год назад одну и ту же сумму можно было товаров купить. Когда больше можно было купить? Год назад. Да, еще через год. Ну, сложно сказать вообще, что будет, да. И вот давайте теперь, да, посчитаем, вот 100 рублей, если их к ним не прибавлять, да, не прибавлять определенную сумму, через что они, во что они превратятся, в какую сумму? Ну, при инфляции, какая у нас инфляция, Сергей Борисович? Ну, инфляция обычно, ребят, вы будете дальше, экономическую теорию, изучаясь, инфляция, она обычно привязана к ставке Банка России. Сейчас ставка какая у нас, знаете, сколько процентов? Три? Пять. Да если три, пять, мы бы очень хорошо жили с вами. Три с половиной? Ребят, специалисты в области банковского дела, как отчинаж должны знать, ставку рефинансирования. Да, я с самого начала сказал, что некоторые показатели экономические надо знать, 13 процентов, вот, поэтому смотрите. Минимум 13 процентов, она еще различается по отраслям. Конечно, да, конечно, конечно. И в среднем получается за год. Да, то есть деньги, которые положили вы, деньги могут обесцениться. Кстати, обратите внимание, если говорим про банковские вклады, вот сейчас такая тенденция наметилась, она парадоксальная вообще-то. Сейчас банки на более короткие сроки устанавливают более высокие процентные ставки. А почему они это делают, как вы думаете? Потому что не знают, что будет завтра. Но видите, в какое время мы живем. СВО идет, да, что вон в Израиле творится сейчас, поэтому очень сложно делать какие-то прогнозы, да, тем более такие макроэкономические. Во-первых, уже люди поняли, что если инфляция 13 процентов, а банк дает 12 процентов в год, да, уже несложно догадаться, что все равно с учетом инфляции мы все равно в минусе остались. С учетом, точнее, прибавки процентные, но есть инфляция, которая все равно съест. И это уже не так выгодно, начинают альтернативные спорты поискать. Поэтому предлагается меньше. Во-первых, банк меньше рискует, а во-вторых, ну, хотя бы как-то простимулировать вкладчиков, да, хоть на меньший срок, но положить. Хорошо, теперь давайте конкретные примеры, прям что касается вас, даже можете потом это записывать. Но вот что касается банковских вкладов, почему-то тоже очень многие люди думают, что здесь должны быть очень крупные деньги, очень крупные суммы. Это миф. Телефон у всех есть, в интернет у всех есть выход, да? Наберите, пожалуйста, вот есть банк, Россельхозбанк, сокращенно, ИРСАХБ, вклад доходный. Давайте. ИРСАХБ, Россельхозбанк, ИРСАХБ, вклад доходный. ИРСАХБ, вклад доходный. Получилось? Открыли? Открыли? Какая там сумма минимальная написана? 3 тысячи рублей. Вот 3 тысячи рублей у каждого есть? И есть калькуляторы там, да? А давайте самую простую инвестицию сделаем. 3 тысячи рублей на 3 месяца, положим. Сделайте. Там прям очень быстро это можно. 3 тысячи рублей, там 20 тысяч, по-моему, да? Вот когда открываешь. Надо 3 тысячи сделать на 3 месяца. Сколько? 81 рубль. Все увидели, да? Ну, вроде бы мало, скажете вы. Да ну как? Ну, 81 рубль. Ну, что это такое вообще, да? Ну, надо начать. Ребят, я вас предзываю. Просто надо начать. Надо начать делать инвестиции. Есть очень хорошее правило больших инвестиций. Деньги размножаются быстро, если постоянно работают. Если приучить себя к этому, даже небольшие инвестиции, только один пример, сейчас я вам привел. А мы еще с вами сделаем сейчас, да, примеры. Другие еще раз пишем. Вот смотрите, да, касаемо финансового калькулятора. Вот 81% за 3 месяца. А следующие 3 месяца уже на эту сумму, которые... Да, мы об этом сейчас поговорим. Мы поговорим. Так, хорошо. Значит, с 3 тысяч рублей, ничего не делая, получая деньги из воздуха, мы получаем 81 рубль, да? Ну, разумеется, если мы положим 30 тысяч, мы получим уже сколько? 810. Если положим 300 тысяч, получим, ну и так далее, да? Дай бог каждому все. Идем дальше. То есть, смотрите, 3 тысячи рублей, да, Россельхузбанк. Ну, это, наверное, один из самых таких банков, которые вот приемлемые суммы для рядовых вкладчиков. У каждого есть, наверное, да? Можно у родителей попросить, допустим, самим заработать, сделать простую инвестицию. Что касается вкладов. Наверное, вы знаете, есть две категории вкладов – срочные и до востребования. Слышали? Слышали, да? Чем они отличаются? Вклад до востребования. Что это за вклад такой? До востребования. Вы положили вклад, но раз до востребования, и можете в любое время что забрать. Да? Если срочный вклад, вы кладете, вот как сейчас с калькулятором мы делаем, на 3 месяца, да? Раньше вы деньги, что получить, не можете. Ну, конечно, можно забрать, но тогда потеряете что? Процент. Да? Процент устанавливается чем? По вкладам до востребования. Но в последнее время, обратите внимание, банки стали открывать новые вклады, новые счета, которые называются накопительный вклад или накопительный счет. Это нечто среднее между вкладом до востребования и срочным вкладом. Давайте откроем, знаете, какой вклад? Газпромбанк. Газпромбанк, откройте прям сайт. Газпромбанк. И проценты здесь начисляются каждый день. Каждый день. Открыли Газпромбанк? Вклады откройте там, пожалуйста. Газпромбанк, вклады. И найдите ежедневный процент. Нашли? Ежедневный процент. Нашли? Нашли, да? Ребят, ну вы говорите, да, нет. Нашли, да? Давайте посмотрим. Там есть минимальная сумма указана вообще? Нет. Один рубль у каждого есть? Один рубль. Точно? Прям один рубль есть, да? Один рубль можно положить. Все. И смотрите. И это вклад, на который идет ежедневный процент. Знаете, пример, какой можно привести? Вот вы утром проснулись, в 8 утра, звонок в дверь, почтальон, и приносит вам денежку. И так каждый день. Приятно будет? Каждый день почтальон вам приносит. Вот эти вклады, накопительные вклады, накопительные счета, вклады, где процент начисляется. Каждый день. Причем вы можете деньги снимать, можете класть. И процент здесь гораздо выше, чем по вкладам до вас требований. Ну, Газпромбанки, посмотрите, там сколько? Там калькуляторы внизу есть. Там для новых вкладчиков 10,5%, для всех вкладчиков 8,5%. А я хочу теперь поймем, как они могут использовать. Скажите, пожалуйста, у кого есть цель, финансовая цель, до конца года или на год, на полгода, на какой-то срок? Поднимите руки, у кого есть цель финансовая. Есть. Да? Ну, можно с умом, значит. Скажите, пожалуйста. 100 тысяч до Нового года. Ребята, ну, немножко забегая вперед, вот очень хорошо, что Елена Александровна сказала про это дело, да? Это даже вот не в плане инвестиций, это касается совета по жизни. Знаете, даже президент наш говорил, что отсутствие результатов, главным образом, заключается из-за того, идет, что отсутствует цель. Поэтому очень важно ставить цели по жизни. Если вы не ставите цели, ну, знаете, пример можно какой привести, вот ручеек какой-то течет, да? Соломинку бросаем туда, куда вот течение приведет, туда Соломинка и придет. Нет. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. В известной песенке поются, да? Поэтому очень важно ставить цели. Вы знаете, когда вот я занятие, ну, знаете, такое, наука, искусство, фэн-шуй, знаете, есть, да? И вот когда занятие по фэн-шуй, я, ну, веду и вел. Первое, что я делаю, говорю, давайте представим такую ситуацию. Банка трехлитровая, рыбка золотая плавает, выпрыгивает рыбкой и говорит, так, три желания. Говорите, я исполню, даю три секунды. Каждый за три секунды скажет, что он хочет, кроме традиционного. Миллион долларов хочу, эту блондинку хочу, и ту тоже. Не каждый, да? Но если вы не знаете, то как же высшие силы могут это знать? Одна женщина мне сказала, говорит, Сергей Борисович, а что, я сама должна знать, что я хочу? Я говорю, ну, вообще. Если вы сами не знаете, кто же может тогда знать за вас? Поэтому правильно сказала, Елена Александровна, это совет вам по жизни. Ребят, ставьте, пожалуйста, цели. Чисто финансовые, чисто житейские, карьерные. Обязательно стремитесь к этому. Потому что если цели не будет, ну, трудно очень добиться, будет какого-то результата и в банковском деле, и в жизни вообще. Не понятно, куда идти. Да, непонятно, куда. Вот это трудная задача бывает. Вы знаете, вроде бы кажется просто. Вот книжка очень хорошая есть, называется «Научись мечтать» или «Искусство мечтать». Почитайте, посмотрите. Да, некоторых в тупик ставят. Люди до слез вот доходя, а я не знаю, что я хочу. А я не верю, что у меня Мерседес будет. Ну, не веришь, у тебя его никогда, и что? Не будет, да? Ну, мысли материальные. Бойтесь своих мечт, потому что они могут что? Сбыться, да? Только к этому серьезно относиться надо. Фэн-шуй – это никакая не религия, не секта. Это просто искусство исполнения желания. Комфортно вам без фэн-шуй? Ради бога, да? Если вы фэн-шуй, ну, это другая совершенно ситуация. Ладно, мы говорим про инвестиции, хотя все взаимосвязано. Так, 3000 у каждого есть, да? Да, Россельхозбанк получили 81 рубль, Газпромбанк положили, да? Один рубль. Ну, давайте один не будем, уж тысячу положим, да? И потихонечку будем получать. Просыпаетесь в 8 утра, почтальон вам звонит, и каждый день приносит вам денежку. Здорово? Здорово. Да, начинаем в эту игру играть и привыкаем. Ладно, давайте про фэн-шуй все-таки. Я немножко не могу не сказать, смотрю на вас. Давайте предположим, что здесь все сидящие девушки, английские королевы. Можете представить себя на секунду, в такую игру сыграть? Вы английские королевы. Что-то изменится у вас? Изменится. Но вы так не будете сидеть точно, разве английская королева может позволить себе? Как она сидит? Давайте я начну. Как английская королева? О, мгновенное преображение идет, да? Что королева делает? Как она смотрит? Не свысока она, не с ноб, но с чувством достоинства. Вы сейчас домой поедете, не на Роуз-Ройсах, не на Мерседесах, на обычной маршрутке. А поиграете в игру такую, король или королева английская, инкогнито. А вы приехали в Саратов специально посмотреть, как простые люди живут. Как они в маршрутках ездят, как они мучаются. Так со стороны посмотрите, да, бедненькие, как вы тут живете, да? И люди поймут это. Это какая-то залетная. Нет, это не наша, это не саратовская. Это какая-то вот. Так что вот примеры, которые могу привести. Ладно, давайте все-таки не фэн-шуй у нас, давайте все-таки инвестиции. Хорошо. С кладами все понятно, да? Даже небольшие суммы на них можно получать доходы. Если себя к этому приучить, ну, потом уже назад пути нет. Нет, приучаешь уже все. Вот у меня даже дома есть компьютер, где, знаете, прям можно вот сидеть, только работать, смотреть. Каждый день фактически уже где-то перевожить, где-то доложить, где-то получить. Все. Приятно. Пустячок, но приятно, да? Идем дальше. Теперь давайте поговорим про банковские карточки. Ну, я думаю, что у каждого из вас банковская карточка есть, может быть, не одна. Да? Вы знаете, что карточки делятся на две группы. Дебетные карточки и какие еще? Кредитные, да? А чем отличаются? Дебетная карточка – это мы кредитуем банк. Кредитная карточка – банк кредитует нас. Это понятно, да? Дебетная карточка – например, зарплатный проект. Все понимают, да? Предприятие договор с банком заключает, чтобы кассовый узел не содержать, с инкассацией не связываться. Ну, инкассация, знаете, машины вот с повозкой такой ездят, да? Что перевозят? Деньги, ценности, ценные бумаги, валюту, драгоценные металлы, да? Ну, это дорогое, в общем-то, удовольствие. Бухгалтерам надо кассирам платить заработную плату, поэтому зарплатный проект. То есть, получается, что огромная сумма идет от предприятия в банк, то есть, кредитуется банк здесь, да? И потом люди уже по карточкам берут деньги. Но многие же не сразу берут всю сумму, поэтому что-то банкам остается. Опять кусок савы, вспоминаете, да, савы? Вот банки с деньгами этими, что начинают крутить. Кредитные карточки – это что? Банк кредитует кого же? Нас, да? И вы знаете, что по многим кредитным карточкам действует так называемый грейс период. Знаете это, да? Что такое грейс период? То есть, банки не берут проценты. Где-то 60 дней, где-то 90, где-то 100, где-то 110 дней. Вы знаете, я когда рассказываю, не то что студентам, некоторым людям, даже, вот знаете, вот на MBA было, ну, сложно мне сказать, почему люди не понимают. Люди выгоду не понимают. Вам деньги дают в кредит бесплатно на 110 дней, то есть, получается, 3 месяца, да? В чем выгода здесь? Что вы при этом какие деньги экономите? Собственные, которые могут что? Работать и которые могут быть что? Инвестированы. Тем более, если это грейс период, за который проценты платить не надо. Только отдайте. Вот вам дали 100 тысяч рублей на 100 дней. Только отдай их назад. Проценты не плати. Выгодно? Выгодно. Да? Люди, сейчас секундочку. Люди, которые работают, у которых есть официальная заработная плата, проблемы, карточку кредитную получить вообще проблем никаких нет. Если вы, тем более, еще зарплатные клиенты в этом банке, то тогда проблем вообще нет. Давайте я сейчас расскажу, чтобы мысль не потерять. Потом вопрос отвечу. Хорошо? Вот. Дальше идем. Вы, наверное, знаете, что помимо этого есть так называемый кэшбэк. Слышали про него? Что такое кэшбэк? Это возврат денег. Вы, карточка там дебетная, кредитная, без разницы, потратили деньги на что-то, и определенный процент вам возвращается. В банках кэшбэк разные есть. Вот у меня, допустим, карточки есть в одном банке, там 5% кэшбэк, но на определенные категории. Только такси, рестораны, все. Мне это не совсем интересно. Есть другой банк, давайте название не буду его говорить. Там полтора процента, хотя мы сегодня с вами его назовем, мы с вами увидим его. Там полтора процента действует на все вообще. Это очень удобно. В каких магазинах? Ну, после работы мы куда идем? Магазины. Правильно, правильно. Магниты, пятерочки, да? Каждый день. У каждого, вот у дома есть эти магазины, да? Полтора процента пустячок, но приятно, да? Поэтому мне вот эта карточка больше нравится. Лучше полтора процента на все, чем пять процентов, но на определенные категории. Ну, в ресторан мы каждый день ходим. Ну, сколько? Ну, раз как. Ну, кто как, да? Ну, раз полгода все. Вот смотрите, здесь опять-таки выгода наша какая-то есть? Есть. Дальше идем. Как можно деньги из воздуха получить, вообще ничего не делая? Вот халява, вот хочется, да? Есть возможности. В Саратове есть два банка, конкретные примеры называю. Райфайзенбанк и Банк Альфа, которые дают кредитные карточки с бесплатным снятием наличных, по которым проценты платить тоже ничего не надо. Мысли поняли? Что вы делаете? Вот давайте так. У меня в банке Райфайзен одобрен кредитный лимит. 150 тысяч рублей. Значит, смотрите. 150 тысяч, да? Каждый месяц можно бесплатно снимать 50 тысяч без уплаты всяких процентов. Поняли, да? Это грейс-период. Только вернуть. Значит, что я делаю? Снимаю 50 тысяч наличкой и кладу на вклад на 3 месяца, да? В следующий месяц я снимаю 50 тысяч, кладу на 2 месяца. В третий месяц снимаю 50 тысяч и кладу на 1 месяц. И так можно вертеть, что неограничено количество раз. Да? Ну, давайте, чтобы вы увидели, давайте, Райфайзен банк. Откройте, пожалуйста, интернет. Вы сейчас сами все увидите. Райфайзен банк. На сайт давайте зайдем. Райфайзен банк. Зашли? Да, кредитная карта, 1,5% на всю. Увидели там, да? Там первая карточка. Увидели? Ребят, ну вы говорите, кто там не вошел? Все вошли, да? Видите? 1,5% на все. Видите, у них кэшбэк. Удобно? На все. Любые магниты, пятерочки, все. Любые платежи. И у них можно не повысили сейчас, можно снимать сколько? 100 тысяч в месяц бесплатно, без всякой комиссии. То есть вам дают 100 тысяч, только через 110 дней отдай их. Что вы с этими 100 тысячами делаете? Куда-то? Но в Райфайзен банке процентные ставки очень маленькие. Давайте Альфа-банк откроем. Открывайте. Альфа-банк. Альфа-банк. Открыли? Вклад, посмотрите. Вклад. Посмотрите, проценты там. Альфа-банк, альфа-вклад. Нашли? Там калькуляторы есть. Ну, посмотрите, там у них начинают трех месяцев. Сколько там процентов? Вот. Даже больше есть, если срок больше. Да? И давайте посмотрим. В Альфа-банке у них карточка есть. Карты, посмотрите, еще то же самое. Там 60 дней и 50 тысяч можно снимать наличкой без уплаты процентов. Нашли? Здорово? Ну, вот примеры. Если вам пока это сложно, я понимаю, вам могут не одобрить, потому что вы пока не работаете, большинство, наверное, да? Родителям своим, можете сказать, старшим, братьям, сестрам, тетям, дядям, бабушкам, дедушкам, все. Пусть вся семья берет, и вся семья крутит и обогащается. Здорово? Здорово. Вот конкретные примеры. То есть мы получаем доход на основании чего? На основании того, что мы с вами информацией владеем экономической, да? Вот мы с вами про ставку рефинансирования сказали, знать надо. Надо базовые банковские операции знать. Ничего не делая, деньги мы получаем из воздуха. Удобно? Приятно? Там получили кэшбэк, тут получили, там проценты получили. Ну, глядишь, и рантье настоящие будете. Будете? Будете. Уверенно говорить надо, да? Так, а что с вами стало вдруг? Куда осанка королевы английской делась? Как тяжело, да? Вот как тяжело. Но не все потеряно. Так, хорошо. С вкладами мы с вами разобрались, с карточками мы с вами тоже разобрались, да? Вот в Саратове два банка, я знаю, которых пока лояльно, можно и сам, пользуясь, конечно, этим, такие операции провозить. И это, в принципе, знаете, затягивает. Ну, кстати, я вам вот примеров много приводил, таких вот литературных, и анекдоты рассказывал, и другие. Вот еще один пример. Как вы считаете, вот в семье кто роль министра финансов обычно выполняет, муж или жена? Мама, мама. Точно? А вы сначала сказали так, потом так, так тоже. Мама. Мама. Теща, да? Теща. Семейный бюджет. Ну, понятно, там деньги не твои, государственные, да? И такого цензора, как жена, у тебя что? Нет. Да? Вот. Ну, про финансового гения помните? Что за мужчина такой? Помните? Вот. Это первая рекомендация. Научись сначала вести личный бюджет. Да. Кстати, ну, вы знаете, я вот что подумал, Елена Александровна, тут можно, конечно, может быть, с руководством поговорить, да? Мы, как бы, может быть, такие встречи, ну, отчасти можем так вот традиционными. Я очень много вам мог бы рассказать про то, как вести личный бюджет. И есть целые правила, целые правила богатства. Но это прям целую отдельную лекцию надо провести, вот, чтобы вы знали, как это делать и как стать богатыми. Но при условии, что если вы это хотите. Точно? Потому что не все богатыми хотят быть. Не все. А я, знаете, иногда смотришь на людей, а вот он не хочет быть богатым. По внешнему виду сразу видно, не хочет человек быть. Ему проще оставаться таким, как он есть. Да. Это я на полном серьезе говорю. А так проще. Вы знаете, вот в Америке проводили вот такие исследования нищих, бомжей, там, из трущоб. Отобрали, вот, там, я не знаю, 100 человек, да? Одели их, обули, дали жилье, устроили на работу, деньги, машины, дали все. Стали наблюдать за ними. Через три месяца все 100% оказались там же, откуда их взяли. Спрашивают, ну, почему? Ну, тебе дали все, о чем может человек современного общества только мечтать. Он говорит, нет, в вашем мире за все надо отвечать. А принцип жизни бомжа какой? День прошел, слава богу, да? Нашел пирожок, съел, отвечать ни за что не надо, да? В нашей бренной жизни. Проблемы есть? Вот у вас есть проблемы? Да выше крыши, да? Личные, семейные, житейские, финансовые, какие там еще? Что-то преподаватели требуют, зачеты ставить не хотят, да? Экзамены. Сейчас пока по коридору шел, преподаватель не ставит, там чертеж не такой, там еще что-то. Вот я пока ходил, тут слушал, да? Вот, так что проблемы есть у всех. И сейчас, я напомню, у вас же 1 сентября, смарт, да, целеполагание, был такой вводный, да, вводный, семена, да, вводный курс, смарт. Вспомните, когда цель работает. Когда цель работает. Вы просто хотите стать богатым или когда что? Как работает? Просто хочу там 100 миллионов или 100 тысяч там? Вы знаете, для чего? Вот, да? Когда вы точно знаете, что? Да, когда цель для чего. И все-таки, знаете, цель, она должна быть, ну, все-таки достижимой. Знаете, я вспоминаю, у меня одна студентка говорила, говорит, Сергей Борисович, я, говорит, на полном серьезе, знаете, какую цель поставлю? Какую? Стать первой женщиной президентом России. Причем на полном серьезе, сказала. Я говорю, слушайте, вы там где-нибудь напишите мои контактные данные, вдруг встанете, не забудьте меня, куда-нибудь в Москве там пристроите все. На полном серьезе. И она прям мне представила даже бизнес-план, как она это хочет сделать. Первое, что было там, мне, конечно, поразило, оригинальная девушка была, познакомиться с очень богатым человеком с Госдумы и там уже, как бы, строить карьеру. Ну, что-то пока вот я записал фамилии, имя, отчество, не говорю, это тайна, но пока что-то в политической среде я ее не видел, не встречал. Но, может, она планы поменяла, бывает, что планы меняются. Так, хорошо, мы идем дальше. То есть мы с вами знаем вклады, знаем банковские карточки. Следующий секрет, который вам могу открыть, не все его тоже понимают, вы, как банкиры, должны его знать. Давайте посмотрим. Вот азбучное правило банковского дела. Значит, банки принимают вклады и выдают кредиты. Где будет процент больше, по вкладам или по кредитам? Вы банкиры. Правильно, правильно. То есть банки принимают вклады под более небольшой процент, потом деньги инвестируют, выдают кредиты под более высокий процент. И вот эта вот разница, ну, по-научному называется она маржа, процентная маржа, основной источник дохода, который получают коммерческие банки. Да? Вот. Но в определенные периоды времени бывает такая ситуация, что мы можем взять кредит в одном банке и положить на вклад в другом банке, и процент по вкладу в другом банке будет больше, чем процент по кредиту в банке, где мы взяли кредит. Знаете, почему? Тоже открываю секрет, но это вы будете знать, когда будете технологию банковского дела изучать. Проценты, которые банки берут по кредиту, ну, заключается договор кредитный, вы знаете, да? И к кредитному договору прикладывается еще график чего? Платежей. Да? График платежей. График платежей, он состоит из двух частей. Вот сумма долга, которую вы должны заплатить, она из двух частей состоит. Сумма основного долга и сумма процентов. Ну, почему? Вот как банкирам вам вопрос, как вы знаете, не знаете, почему кредиты не выгодно с чистой экономической точки зрения погашать досрочно? Почему? Как думаете? Сложно сказать пока, да? Значит, смотрите, сумма ежемесячного платежа у нас одна и та же. Кредит, допустим, на 5 лет. 60 платежей, 5 на 12 месяцев, да? Сумма одна и та же. Но она из двух частей состоит. Сумма основного долга и сумма процентов. Что делают банки? Они в первые месяцы, у них процент по кредиту больше, и потом он меньше, 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 меньше становится, да? А сумма основного долга, наоборот, она сначала меньше, потом больше, 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 больше. Поэтому получается, что если вы досрочно погашаете кредит, вы очень много банку что переплачиваете. Но в чем нюанс, который мало кто знает? Что банки берут проценты по кредиту на остаток суммы долга. Поняли это? Не на первоначальную сумму кредита, а на сумму долга за минусом процента. Поняли это? То есть получается, что каждый месяц платить надо меньше, меньше, меньше и меньше. Вы можете, ну сейчас уже давайте не будем, прийти домой и посмотреть. Любой банк возьмите, Сбербанк, любой банк, где есть кредиты, где есть калькулятор кредитный, да? И где можно посмотреть график платежей по кредиту. Последнюю строчку посмотрите, и того кредит, и того проценты, да? И посчитайте проценты, вот первоначальные суммы долга. Там процент будет меньше, гораздо, чем указан в договоре. Вот такая вот хитрость. Но это надо смотреть. Скажете, Сергей Борисович, ерунду, говорите. Ну давайте не ерунду, давайте факты конкретные. Открывайте ВТБ. Сайт банка ВТБ. Так, вот у кого там чего? Ну подойдите там что ли, а то чё же нам мешать-то будет. Идите, идите. Ну всё уже. ВТБ откройте на сайте. ВТБ. Открыли? Прямо ВТБ. И кредиты давайте посмотрим. Кредит ВТБ. Там калькулятор должен быть, должен открыться. Посмотрели? Там с 18 лет, ну при условии, что работают, что у них официальный источник дохода есть. А вклады? Вклады, я не знаю, там паспорт, если есть, уже есть. Открыли ВТБ, да? Посмотрите, кредиты там, калькулятор должен быть, чуть туда вниз. Нашли? Давайте кредит на 3 года. Ставка какая? 5,9. Да? 5,9. Но это без страховки. Хорошо, 5,9. Страховкой там, конечно, побольше будет, да? А теперь давайте в Альфа-банк вернёмся. Альфа-банк на 3 года. Вклад посмотрим. Ну, вы пока, наверное, ищите долго. 13,5%. Ну, что мы делаем? Берём кредит в ВТБ, кладём деньги в Альфа-банк, ничего не делая, получаем деньги с воздуха. Здорово. Но здесь для вас самое главное, что? Конечно, чтобы был источник дохода, чтобы банк мог вам выдать кредит. Да? Вот. Если пока вы не работаете, то, конечно, сложно. Банки там карточку не могут даже выдавать кредитную, всё на небольшую сумму. Но по кредитным продуктам здесь, конечно, официальный источник дохода. Вот это вот имейте, пожалуйста, в виду. Вот ещё один секрет. Не все его знают, не все его понимают. Значит, банки берут процент на остаток суммы долга. Вы погашаете, да? Чем больше погашаете, чем получается платить меньше, меньше, меньше. Только вот на остаток идут проценты, которые первоначально обозначены. Поняли здесь, да? Вот тут нюансы. Вот можно играть. Вот финансовая математика с экономическим расчётом. Ну, дальше ещё один идём. Давайте ещё один пример я вам приведу. И потом, пожалуйста, ваши вопросы, всё отвечу, что хотите. Значит, мы с вами разобрали вклады, разобрали с вами банковские карточки, разобрали игру на кредитах-вкладах. Ну, ещё есть рынок ценных бумаг, вы знаете, да? Рынок ценных бумаг, где обращаются ценные бумаги. И две назовёте основные ценные бумаги, что на рынке ценных бумаг обращается. Акции, правильно сказали. Ещё что? Облигации, да? Ну, акция – это долевая ценная бумага. То есть, если мы покупаем акцию, мы становимся кем? Акционером. Имеем право на что? На получение дивидендов. То есть, часть прибыли акционерного общества, да? Гарантируются дивиденды, как думаете? Точно? Не всегда. Вы знаете, в прошлом году и в этом году облом такое произошло, что Сбербанк и Газпром, к сожалению, большому. Представляете, монстры какие дивиденды, что? Не платили. А люди надеялись на это. А по облигациям доход всегда гарантируется. Но облигации, обратите внимание, это долговая ценная бумага. То есть, мы здесь акционерами не становимся. Мы просто деньги даем в кредит. И договор оформляется в виде облигации. Пример, какой я могу привести. Тысяча рублей у каждого есть? Хотите купить облигацию Газпрома? Почему? А процент платится неплохой на уровне инфляции. Ну, я не говорю про акционера Газпрома. Ну, просто почувствовать себя не королевой английской, да? Где осанка опять у нас? Вот. А, как бы сказать, кредитора Газпрома. Вы кредитуете Газпром. Представляете? Вы купили облигацию на тысячу рублей Газпрома. Вы прокредитовали Газпром. Гордо звучит? Как горький на дне, да? Человек звучит гордо. Давайте еще раз разницу между акциями и облигациями. Поняли? Да. Ну, смотрите. Если покупаете вы акцию, акция – это долевая ценная бумага. Доля. Доля в чем? В уставном капитале, да? То есть вы становитесь частью собственником небольшой микроскопической, да? Это имущество акционерного общества. Поняли это, да? И имеете право на дивиденды. Но дивиденды не гарантируются. Дивиденды – что это такое? Часть прибыли, которая распределяется среди акционеров, да? Доход можно получить гораздо больше, чем банковский вклад. Можно вообще ничего не получить. И второй риск, Сергей Борисович, у акции какой, скажем, ты порастущий, очень большой риск? Ну, во-первых, это самое главное, что дивиденды не платятся. А без цены будут? Они могут потерять стоимость? Конечно. Конечно. Да. Но, смотрите, если уж такие вот столпы, как Сбербанк, Газпром, да, вы знаете, если вот, ну, как-то получится, может быть, если я у вас как-то занятия буду вести, да, мы с вами тогда обязательно, обязательно, знаете, вот есть демо-версии, демонстрационные версии, да, мы обязательно через телефоны будем, зайдем в Сбербанк или другой банк, обязательно откроем демо-счета и обязательно на рынке ценных бумаг поиграем. Ну, это виртуальные деньги, это вас ни к чему не обязывает, поняли? Чтобы смысл просто понять, да, а потом вы сами решение будете принимать, как, будем этим заниматься или нет. Дело в том, что если что-то не так, ликвидный цен, ну, ликвидный, что это такое, в вашем понимании? Ликвидный товар, что это такое? Ликвидный. Вот есть ликвид, есть неликвид. Возможность быстро продать в деньги перевести, да, акции Сбербанка, Газпрома, они в секунду уходят, любое количество, хоть миллион, хоть тысячу, кнопку нажимаешь, тут же деньги, получаешь все. Поэтому, если что-то не так, в плане обесценения вы считаете прогнозы какие-то нехорошие, продаете и все. Вот. Облигации, здесь вы право собственности не приобретаете, вы просто деньги в долг даете, на руки получаете не кредитный договор, а получаете облигацию. Тем более сейчас бумажных облигаций в таком бумажном виде вот нет уже. Сейчас все ценные бумаги, они бездокументарные, то есть запись на счетах просто, понятно это, да? Ну, если бумажные, вот надо идти к нотариусу, надо к депозитарию идти, надо вот переуступать, подписывать, все. А вклады открывать, кредиты, кнопку нажал, все, электронная подпись есть, знаете, да? Все, проблем никаких не возникает, это в секунду операции проводится. Давайте на сайт зайдем, Газпром, Газпромбанк, вернее не Газпром, а Газпромбанк. Зашли, Газпромбанк, посмотрите, пожалуйста, там инвестиции раздел есть, нашли, Газпромбанк, инвестиции, нашли, и облигации этого Газпрома, нашли, нашли, давайте откроем, посмотрим, там что написано, минимальная сумма, сколько, тысяча. Рублей, да? Доходность 12,36 процентов. Нормально? Ну, уж не 2 процента, не 3, да? 12,36. Только здесь имеется в виду, тут может быть небольшой нюанс есть, что здесь налог надо будет платить, 13 процентов. А со вкладов? Со вкладов нет, сейчас отменили на 2 года, ну из-за вот этой вот операции, из-за ковида сначала, потом из-за СВО, все. Вот, неприятно, конечно, для вкладчиков, профессиональных вкладчиков, все, но там свыше миллиона. Свыше миллиона, если инвестиции, если банковские вклады больше миллиона, тогда идет процент. Ну, знаете, Россия, это была, наверное, вот одной из немногих стран, может быть, единственная страна, где, значит, вклады не облагались налогообложением. Потому что во всех других кванов это источник дохода, любой источник дохода процентами. В некоторых странах, где очень низкая инфляция, вот обратите внимание, вот вы банкиры, чтобы вы знали, да? Там, если кладешь деньги на вклад в банк, ты и вкладчик должен платить еще за то, что банк хранит. Поняли это? Вот, ну это банки с низкой инфляцией, страны, вернее, с низкой инфляцией. Еще студенты спрашивают иногда, вот даже у нас, вы вот так, вы знаете, КВНы проводили, все. В некоторых странах банкам запрещено напрямую платить проценты. Знаете, какие это банки? Исламские банки. Вот Коран, Коран напрямую запрещает брать проценты по кредиту. Поэтому вопрос возникает, а как же исламские банки функционируют, да? Если Коран напрямую запрещает брать проценты по кредиту. Функционирует, неплохо функционирует. Как, не буду расковать секреты, будете банковское дело изучать, узнаете, да? Заинтриговал вас? Кстати, вот почему, кстати, вот исламские банки не работают в России? Почему? Потому что у нас по закону о банках, банковской деятельности, по закону о Центральном банке Российской Федерации, банке России, банки должны оплатить проценты по кредиту, да? И по вкладам. Вот. Поэтому у нас исламские банки не работают. Так, хорошо, значит, пожалуйста, желание есть? Открываете брокерский счет, подписываете с Газпромбанком доход, одну тысячу покупаете акцию Газпрома, становитесь кредитором Газпрома. Звучит гордо, да? Вы придете, я кредитор Газпрома. О, скажет человек какой, да? Газпром кредитует, тысячу рублей я ему дал в кредит. Все, звучит гордо, да? Хорошо. Ребят, ну я, в принципе, все рассказал, теперь готов ответить на ваши вопросы. Знаете, я, может быть, с чего хочу начать, да? Меня вот очень часто спрашивают, Сергей Борисович, как нам на работу устроиться в банк, да? Поэтому давайте я вот несколько вам секретов, тут нюансов расскажу. И какие качества нужны, чтобы, значит, вот влиться в банковскую сферу. Давайте начну с того, значит, какие возможности есть для того, чтобы устроиться в банк. Ну, я не знаю, как у вас, потому что у вас колледж, я понимаю, да? Но наверняка у вас тоже практика будет, да? Должна быть в банках, да, разбанковское дело. То есть во время практики надо очень хорошо себя проявить. То есть руководство обратит на вас внимание, и по окончании практики, значит, может вам предложить, значит, в банке остаться работать. Может быть, пока стажером, ну, по крайней мере, а может быть, сразу уже на ставку. У нас, вот, допустим, в экономическом университете, вот на банковское дело, там, когда вот уже выпускные курсы, там даже много студентов уже просто на занятия не ходили. Потому что они уже официально в банке работали, и все, и у них индивидуальные планы оформлялись. То есть они там сессию сдавали в индивидуальном порядке. Ну, руководство, в принципе, к этому лояльно относилось. Самое главное, конечно, чтобы студенты трудоустраивались. Это первый вариант. Дальше. Второе. Прямо это можете вот себе записать, либо просто на память, просто как узелочек. Многие банки ведут кадровый резерв. Можно на сайт банка зайти и посмотреть. Там прям есть кадровый резерв. Ничто не мешает вам зайти в кадровый резерв и написать о себе. Студент, допустим, выпускного курса, ну, может быть, вам пока еще рано первый курс, но чуть попозже уже можно. Студент выпускного курса третьего, там, четвертого курса колледж. Занимаюсь такими проблемами. Курсовые работы писал такие и такие. Хочу работать в вашем банке. Как можно, значит, устроиться? Почему? Потому что в любом банке есть естественная ротация кадров. Житейские ситуации. Кто-то на пенсию уходит. Кто-то в декрет, допустим. Я думаю, что имеет смысл сейчас посмотреть, чтобы ориентироваться на то, чтобы это подсеркнуть. Да, ребят, но самое главное, активными надо быть. Никто вас не придет, за ручку не возьмет и в теплое место не устроит, к сожалению. Так и пишите. Кадровый резерв, студент выпускного курса, работа такая, такая, такая. Вот таким вопросами занимаюсь, хотим в вашем банке работать. Как можно устроиться? Имейте в виду, что обязательно увидят, обязательно посмотрят. Потому что есть специальные отделы развития, которые за этим следят. Есть специальные кадровики, которые за этим следят. Вот в банках, еще раз говорю, есть естественная ротация кадров. Кто в декрет уходит женщины, кто на пенсию, кто просто увольняется. Иногда банки расширяются, поэтому вакансии, в принципе, всегда есть. Кто-то выгорает, не хочет работать в банковской сфере. Еще, как наши студенты устраивались в банке. Некоторые студенты, особо активные, записывались на прием к руководству в банк. И принимали там президента, вице-президента. Приходили и говорили, мы очень хотим работать в вашем банке. Дайте, пожалуйста, нам какое-то задание, какую-то проблему, которая интересует ваш банк. И мы в дипломной работе постараемся решить вот эту проблему, этот вопрос. Готовили дипломную работу. Докладывали. Даже в экономе часто защиты выездные проводились. В Россельхозбанке, в Экспресс-Волга, когда банк был, в страховых компаниях. То есть повсеместная практика была. И вот студенты прям докладывали руководству, проблему, которую банк интересует. И многих прям приглашали. Однажды прям мою студентку, руководитель банка сидел. Россельхозбанк. Там была тема маркетинговое исследование рынка банковских услуг. Представляете, тема какая. И он сказал, руководитель, вот Россельхозбанк Саратовского, народящего, говорит, я даже много чего не знал из этой дипломной работы и почерпнул. Он прям ей сказал, завтра приходите ко мне в 10.00, я вас жду. Хотите, я вас прям сразу беру на работу. Сразу прям. Вот такие вот варианты есть. Поэтому, пожалуйста, будьте активными. Ну, что касается, спрашивают еще, значит, какие качества нужны, чтобы в банковскую сферу влиться. И ж первое, вы знаете, что я вам рекомендовал, это надо просто быть очень активными. Сегодня мы уже миллион раз с Александром Поретом говорили, да. Быть активными, и самое главное, уметь работать в команде, умение общаться, работать в коллективе. Потому что, ну, это не только банков касается, это любой организации. Везде коллектив, везде какая-то единая команда, да. Есть какие-то одиночки, вот. Ну, к сожалению, вот трудно будет сделать какую-то карьеру. Поэтому одно из самых главных качеств быть, ну, скажем так, компанейским человеком, уметь общаться и уметь работать в команде. Поставить плечо где-то, помочь товарищу, вот. Не завидовать чужим успехам, радоваться чужим успехам. Вот это качество. И знаете, чтобы это в себе развить, прокачать, я вот настоятельно вам рекомендую. Вы знаете, есть при многих банках коу-центры, знаете, чем занимаются коу-центры? Ну, отвечают на... Да, либо в чате общение есть, да. Можно в чате вопрос задать, а можно по телефону, да. Вот, тем более, смотрите, это вообще ни к чему не обязывает. Во многих банках это по гражданско-трудовому договору идет, не по трудовой книжке все. Вот, во-первых, здесь обучение идет, но оно не такое длительное все. И вы потом начинаете работать. То есть здесь вы прокачаете, с одной стороны, навыки общения, вы прокачаете навыки работы с клиентами. А клиенты разные в банковской сфере есть. Знаете про это? Есть доброжелательные клиенты, а есть что? Не особо. Вот одна моя студентка, говорю, в ВТБ работает на Московской. Она говорит, Сергей Борисович, вот одна клиентка, бабулька такая, да, она приходила каждый день ровно в 4 часа поругаться специально. Брава талончик, не имеем права ее не принять. И она специально приходила поругаться. Мы уже знали, что она сейчас придет, и все. Ну, куда деваться? Ну, это клиент, да. Вот одна клиентка приходила поругаться, знаете, она хотела, чтобы ей дали сдачу 4 копейки. Ну, вы сейчас есть у кого-то 4 копейки? И она скандал закатила, что ей 4 копейки уже знали про это дело. Там кассиры нашли где-то 4 копейки. Прям вот, прям ей специально выдали 4 копейки. Поэтому клиенты тоже разные есть. Поэтому здесь вот прокачайте навыки. Вот это прям настоятельно рекомендую. Причем, знаете, вы эти навыки потом можете в любой сфере, в принципе, применять. Поэтому колуцент поработайте, да. Не все задерживаются в колуцентре, не все. Но это будет такой навык, который, в принципе, в дальнейшем вам пригодится. Дальше, чтобы я еще сказал, помимо вот таких компанейских качеств, ну, конечно, надо знать азы банковского дела, да. Понятно, что сейчас банки на телекоммуникационные технологии переходят, интернет банки есть. Но все равно, не знаю, азов банковского дела будет очень трудно. Поэтому технологию банковского дела надо обязательно знать. Обязательно компьютер надо знать. Обязательно. Потому что без этого, ну, просто уже никак. Просто никак. Если не знаете компьютера, ну, нечего делать. Банк сразу говорил просто. Мне, знаете, даже вот руководитель саратовского отделения Сбербанка говорил, говорит, знаете, если брать экономиста-технаря, я возьму кого? Технаря возьму. Ну, не экономист. А если технарь с экономическими знаниями еще, или, наоборот, экономист, ну, и с техническими знаниями, цены не будет. Поэтому вот так. Кстати, вы знаете, вот тоже недавно встречался, как раз вот иду, и шли глава Саратовского Сбербанка и военно-страховая компания на Гоголе есть. Идут такие опечаленные, я говорю, оба, я говорю, что такие опечаленные идете. Но страхование тоже переживает неучшие времена. Почему? Потому что сейчас страховой полис по ОСАГО. Не обязательно в страховую компанию идти. Вы что можете интернет открыть, посмотреть все страховые компании, выбрать сами для себя наилучший вид страхования и получить электронный полис. Поэтому все страховые агенты, все страховые фирмы, они в глубоком сейчас кризисе. Они на этот интернет как на злейшего врага просто смотрят. Хотя есть определенная категория людей, которые все равно предпочитают живое общение. Приходят, вот есть бумажка, особенно это старшее поколение, бабушки, дедушки. Или знаете, кто-то был на почте, занесло меня, прислали, надо было получить. Я смотрю, вот эти бабульки, очередь, я говорю, бабушки, ну что же вы стоите? Ну есть Сбербанк онлайн, есть полисы, дома сиди, все. Нет, милок, говорят. Вот у меня, говорит, есть чек, который мне дадут? Вот это вот гарантия стопроцентная. А этого там, мы никак не понимаем, что такое Сбербанк онлайн и все. Вот, поэтому видите, в банках тоже. Знаете, недавно был, вот живу в центре, на Горько, вы знаете, отделение Сбербанка есть? Крупное такое, да? Вот раньше туда зайдешь, там этих операторов, там вот эти девушки, там вот все было заполнено. Это захожу, вот там сидит три оператора. Я даже спросил, ну а почему? Говорю, нет необходимости. Нет необходимости, потому что и пенсионеры пенсии на карточке получают, и электронными этими платежами все. Нет необходимости. И даже они собираются отгораживать часть зала, там в аренду что ли сдавать. Все, зайдите просто, зайдите, посмотрите. Вот, то есть Сбербанк на Горького, то есть, прям давно не был, прям поразил меня, честно говоря. Вот, и еще, вам знаете, что хочу сказать, тоже такие небольшие, может быть, секреты, такие нюансы. Если будете работать в крупных банках, ну Сбербанк и ВТБ это 100%, значит, помимо того, что вас служба безопасности проверять будет, то есть, это иначе никак. Ну, понятно, да? Потому что банковская дева, это работа с деньгами, это работа с людьми, с коммерческой тайной. Коммерческая тайна, понятно, да? То есть, если будете оператором, представляете, вы будете какой информацией владеть, кто владеет, каким количеством денег, сколько счетов, да? Вы были бы заинтересованы, чтобы информация о вас получила распространение? Помимо того, что подписку будете давать, о неразглашении коммерческой тайны, еще служба безопасности, ну это понятно, да? Вот. И помимо этого, обязательно в Сбербанке проводится психологическое тестирование, то есть, каждый будет проходить, ну не детекторы уже, конечно, да? Нет. Но психологическое тестирование с профессиональным психологом 100%. Почему? Определяется психологический тип личности. Все мы разные, так? Ну, кто-то активный человек, кто-то неактивный человек, да? Кого-то, вот, допустим, посади в офисе, он будет очень рад. Ну, кто-то не может просто в силу характера сидеть. Ну, не может. Ну, шиво в одном месте, по-русски сказать, да? Поэтому такого куда? Объекты залога проверять, рекламой заниматься, паблик релэйшн заниматься, что ему будет лучше? Посади его в офисе, да, он уволится сразу, да? Или вот такой пример, скажите, пожалуйста, вы вот часто видели, чтобы в любом банке кассиром мужчина был? Кстати, да. Только что? Женщины, да? Почему? Ну, потому что женщины в силу вот характера своего больше к монотонному труду приспособлены, чем мужчины. Давайте, вот у нас четыре парня. Пойдете кассиром в любой банк? Почему? Ну, скучно, как-то монотонно, но что-то не мужское занятие, да? Какие же тогда начальные должности у молодых людей в банке? Молодых людей? Ну, будут смотреться. Есть, я уже пример приводил. Объекты залога проверять, паблик релэйшн заниматься, да? Вот, документацией заниматься какой-то, но не в кассе только, вот. Так, и еще, еще что может быть вам сказать, значит, смотрите, во многих банках действует дресс-код, знаете, да? Туда ни в коем случае нельзя ходить, в чем вы хотите, да? Ну, обычно это что? Белый вверх, черный вниз. За этим следят. Есть система штрафов. Вот, в одном банке московском, ну, там российско-иностранный банк, как вы сейчас не помните, студенты мне рассказывали все. Там есть специальный менеджер, который следит, следит, вот, каждый день вы пришли в свежей одежде или нет. Упаси, Господи, вас прийти в грязной одежде вчерашней, если вы не постирали, не помыли. Сразу штрафные баллы, бонусы там снимаются, списываются и все. Вот, есть банки, где, в принципе, можно ходить в любой одежде, но, разумеется, чтобы она была, что, свежая и не шокировала, да? Вот, были случаи, ну, не совсем удобно говорить. Студентка наша одна рассказывала, ну, одна кассирша оделась там легко, очень так бы сказать, да? Заведующая говорит, да что там такая очередь скопилась? То есть, когда мужчины заходили, они просто вот забывали, вот, что они хотели, и все, и начиналось что-то такое уже, чего в кассе быть не должно, все. Поэтому за этим, пожалуйста, следите. Это работа, это все-таки коллектив, это банки, это деньги, вот. Поэтому здесь надо, как бы, себя вести с достоинством, с уважением. Вот такие вот нюансы есть. Так, все, ребят, теперь готов на любые вопросы ответить. Ответить. Вот сейчас рекомендации, у ребят есть три года, чтобы... Да, ребят, ну, значит, я сказал, первое, в любом случае, азы банковского дела надо знать, обязательно. Без этого, ну, никак, да? Не то, что на другие предметы можно как-то поверхностно относиться, нет. Вот. Ну, во-первых, знаете, вы будете люди... Они, кстати, после колледжа, как, отчитается, высшее образование или как? Среднее образование, да? Но все равно, это какая-то культура, это традиции института, это традиции образования. То есть вы уже не такими будете, как пришли сюда. Четыре года обучаетесь, да? Три? Три года, да, практически, вот. Вы изменитесь, вы другими совершенно будете, вот. И обязательно, обязательно вот на компьютер, потому что без этого, ну, никак. Ну, и совершенствовать навыки коммуникации. Кто вот, ну, не особо компанийский человек, ну, как-то совершенствуйте. Вот сходите обязательно, летом, допустим, каникул у вас будет, запишитесь в коу-центр. Вы поработаете там. Ну, хотя бы, нет, неделю мало, ну, хотя бы месяц поработаете. Вот, скрипя силу, очень много даст работа в коу-центре, очень много. Вы изнутри узнаете банк, узнаете, какие клиенты есть, потребности клиентов, научите общаться. Технологию банковского дела будете знать. Кстати, вот забыл сказать, у нас некоторых студентов брали на должность, знаете, кого? Курьера в банке. Курьер в банке на какой-то период. Вот почему курьер? Ну, потому что курьер, когда из одного отдела в другой отдел идет, он волей-неволей начинает понимать, почему я из одного отдела и иду в другой отдел, да? Как отделы взаимосвязаны, то есть он как бы структуру банка начинает понимать. Да, вот, много таких нюансов есть. Спасибо. Так, ну, все, вопрос какой-то у вас был, что-то ответил уже, да? Ребят, давайте, пожалуйста, в вашем полном распоряжении, что любые вопросы, пожалуйста, что интересно. Любые вопросы и... Да, давайте. Как прокачать знания финансовой грамотности? Финансовой грамотности? Ну, вы знаете, вот когда вообще говорят про финансовую грамотность, лично для меня какое-то уже заезжие что-то такое. Знаете, у нас даже праздник есть, День финансовой грамотности отмечается, да? Ну, как, надо потихонечку изучать, надо не бояться спрашивать у своих наставников что-то, надо следить за экономической информацией, надо хорошо учиться, все, быть активным. Еще знаете вам, что, посоветую, не стесняйтесь, пожалуйста, к преподавателям, подходить к старшим товарищам, что-то спрашивать. Многие почему-то стесняются этого. Ну, почему? У нас же с вами цель какая? Одна, да, подготовить вас, сделать вас специалистами, все. Что-то непонятно, придите, пожалуйста, спросите. Потом смотрите, вот Елена Александровна, видите, здесь какие вот встречи проводят, приглашают людей интересных, да, которые с вами чем-то поделиться могут, все. Вот. Поэтому надо не лениться. Да, если потребуется, у нас будет еще эксперт Жуги Наталья Вячеславовна, она курировала финансовую грамотность в регионе очень долго. То есть, будет. Вот смотрите, вот я сегодня сколько вам дал информации для размышления, да? Но другое дело, вот приду, я не знаю, вот через три месяца спрошу вас, стали вы применять? Вот интересно будет, сколько процентов. Начните делать инвестиции потихонечку. Ну, начните, просто приучите себя. Пусть 81 рубль вам пойдет с 3 тысячи за три месяца, пусть. Ну, это будут первые ваши самостоятельные инвестиции. Привыкнете к этому, дальше без этого просто вы не сможете жить. Вот. Ну, рантье некоторые люди, я говорю, ну, видите, они получают удовольствие от своих знаний, от своих капиталов. То есть, нормально живут, все, пользуются благами жизни, все. Почему вы не можете? Так, что еще, ребят? Пожалуйста, спрашивайте, что... Первый, первый шаг к финансовой грамотности, это поставить финансовую цель, реалистичную, на недолгий период и достичь ее. Вот первая финансовая цель и пути ее достижения. По смарт, по смарту пути достижения. И тогда там вам придется бюджетом своим распоряжаться, потому что нужно будет часть денег, которые вы получаете на расходы, их нужно будет откладывать. Вы уже будете думать, как вот этих отложенных денег, как эти отложенные деньги приумножить. И тогда вы вспомните про вклады и про другие инструменты. И тогда уже вы начнете финансовую грамотность не просто слушать, а применять. И самое же главное применять. А вот первое, это, конечно же, ваша цель финансовая. Так, ну давайте дальше, ребят. Что еще? Спрашивайте, спрашивайте. Не ленитесь. Я, да, незнание ваше спрашиваю. Что? Давайте про жизнь спрашивайте, про банки. Все взаимосвязано в этом мире. Все, пожалуйста, в вашем полном распоряжении. Я понимаю, что у вас последняя пара устали уже очень сильно, да? Все мысли о чем? Понятно. Быстрее уже. Про деньги, про любовь. Да. Нет, ну а что? Если тогда нет вопросов, вы можете сейчас подойти к Сергею Борисовичу и, да, расписаться, подпись, пожелание, что-то, может быть, на какой-то вопрос вы стесняетесь задать. Может быть, он вам ответит в книге или куда укажет, куда посмотреть, на что обратить внимание. Пожалуйста, у вас последняя пара. Так, ну все. Спасибо. Спасибо.